Министерство здравоохранения выступает за введение в Латвии жесткого локдауна, то есть за уход всей страной на карантин. За такое развитие ситуации также выступает и правление партии «Новое единство и единство», которое отмечает, что из-за чрезвычайно быстрого распространения COVID-19 система здравоохранения в настоящее время находится на пороге краха. Нормализация же ситуации возможна только при полной солидарности общества и, по сути, в ограничениях, продиктованных эпидемиологической ситуацией, включая резкое сокращение количества ежедневных контактов. Согласно смоделированным прогнозам ученых, при неизменном показателе загруженности больниц приостановка оказания плановых услуг продлится три месяца, в течение которых коронавирус унесет здоровье и жизни тысячи людей. Минздрав настаивает на реализации комплекса чрезвычайных мер безопасности на основе так называемой концепции D+, которая была разработана по инициативе Министерства в марте этого года на случай вспышки альфа-коронавируса. В настоящее время в стране стремительно распространяется дельта-штамп, который гораздо более заразен, чем альфа-вариант. Предложения Минздрава следующие. Ограничить любые спортивные, развлекательные, культурные, любительские, общественные, религиозные и здоровительные собрания и мероприятия. Очная работа допустима только в производстве, строительстве, критической инфраструктуре и для обеспечения непрерывности общественных функций. В помещении и на открытом воздухе могут собираться не более 10 человек из двух домохозяйств. В общественном транспорте при заполняемости, превышающей 50%, должны быть открыты окна. Льготы на проект следует отменить и вести маски типа FFP2, то есть эспираторы. Латвия в настоящее время находится на первом месте в мире по заболеваемости COVID-19. Число новых случаев коронавируса за неделю увеличилось на 49%. Каким будет решение, уйдет ли страна на локдаун, узнаем уже сегодня поздним вечером. В Латвии начались школьные каникулы, но с учетом высокой заболеваемости COVID-19 и во время осенних каникул с 18 по 24 октября тестирование учащихся с 1 по 12 классы будет проводиться лабораториями в соответствии с действующими графиками. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. И, как отметила руководитель управления образования Даугуплса Марина Исупова, с графиком сдачи тестов школьники-учителя Даугуплса еще были ознакомлены на прошлой неделе. Тесты сдают школьники и сотрудники образовательных учреждений, у которых нет сертификата в вакцинации или перенесенном заболевании, которые участвуют в формальном образовании, обучении по интересам, занятиях спорта в неклассной неформальной образовательной деятельности. Тесты можно будет сдать в отделениях лаборатории и в субботу 23 октября, а также в воскресенье 24 октября, предварительно записавшись по телефону. Кроме этого, провести экспресс-тест на антиген смогут медсестра или врач учебного заведения. А на прошлой неделе на карантин были вынуждены уйти 54 класса 13 школ города и 5 групп дошкольных учреждений. На индивидуальном карантине находились 83 ученика из 11 школ. После каникул 25 октября возобновить очную учебу смогут только ученики и сотрудники учебных заведений с отрицательным результатом теста на COVID. Особо строгому контролю будут подлежать лица, прибывающие из-за границы. Невакцинированные и не переболевшие персоны, прибывшие из стран красный и желтый зон обязаны уйти на самоизоляцию на 10 дней. Школьники до 12 лет в течение этого времени не смогут посещать учебное заведение. За прошедшие пятницу и минувшие выходные в Латвии было выявлено 6429 новых случаев заболевания COVID-19. 5033 заболевших не были привиты от коронавируса. Скончались 28 человек, которые входили в возрастные группы от 50 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель в Латвии превысил антирекорд и достиг 1307,2 случая на 100 тысяч населения. В настоящее время на лечении в Дагу паскоригинальной больнице находится 201 пациент COVID-19, 108 из них – это даугупелчане. С 15 по 18 октября скончались 20 инфицированных коронавирусом человек, 14 из которых – это жители Даугупелса в возрасте от 61 до 86 лет. В тяжелом состоянии находится 18 пациентов. Стремительный рост заболевания коронавирусом и, как следствие, введенные эпидемиологические ограничения оказались и на стремлении многих латвийцев привиться, пускай и с опозданием. К настоящему времени в Даугупелсе одну прививку против COVID-19 уже получили 68,8% жителей. Процесс вакцинации завершили 46% горожан. Как известно, на данный момент Даугупелс занимает второе место среди всех самоуправлений Латвии по кумулятивному показателю заболеваемости COVID-19. Так, на 100 тысяч населения за последние 14 дней этот показатель составил 2000 случаев. Хуже только в Резакне. Там двухнедельный кумулятивный показатель достиг 2300 случаев на 100 тысяч населения. С 25 октября совершеннолетние жители Латвии, у которых нет сертификата о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, не смогут воспользоваться льготами на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в Министерстве сообщения. Льготы на проезд для невакцинированных от коронавируса взрослых не будут применяться на маршрутах, обслуживаемых поставщиком услуг общественного транспорта, которые получают дотацию от государства или же самоуправления. В то же время инвалиды 1 и 2 групп, политически репрессированные лица, многодетные семьи и другие категории пассажиров смогут воспользоваться льготным проездом, как и ранее. Чтобы снизить эпидемиологические риски, перевозчик должен обеспечивать регулярную дезинфекцию транспортного средства и проветривание салона. Пассажиры по-прежнему должны носить маски во время поездки. Если из-за особенностей транспортного средства невозможно контролировать посадку и высадку пассажиров, пассажиры должны выбирать места таким образом, чтобы салон был заполнен равномерно, и насколько это возможно, соблюдалась бы дистанция. Даугубовская региональная больница отменяет плановые операции и расширяет количество койкомест для пациентов-ковидников. Ежедневно на лечение в региональный стационар поступают от 30 до 35 больных ковида. В этой связи в ДРБ началось перепрофилирование отдельных отделений больницы с целью увеличить число койкомест для коронавирусных пациентов. С 18 октября на оказание медпомощи в стационаре смогут рассчитывать острые пациенты, онкобольные, пациенты травматологии, инвазивной кардиологии, а также люди, нуждающиеся в гемодиализе. Всего в период пандемии с марта 2020 года в Дагубовской региональной больнице на лечение от COVID-19 находилось более 2200 человек, из которых более 350 скончались. Сборная Латвии по спидвея вошла в шестерку сильнейших команд мира в этом виде спорта. В минувшие выходные в Великобритании в Манчестере прошел командный чемпионат мира, финалистами которого стали до глуполчани Анджи Лебедев и Олег Михайлов, а также рижанин Францис Густ. Настоящая борьба на треке развернулась между национальными сборными Польши и Англии. И правду говорят, что дома стены помогают. Дыша друг другу в затылок, англичане смогли вырвать победу из рук своих конкурентов. В итоге победителем престижного международного турнира стала сборная Великобритании. Серебряные медали у поляков на третьем месте гонщики из Дании. По итогам турнира сборная команды Латвии оказалась на шестом месте, пропустив вперед себя сборные Австралии и Франции. В свою очередь шведы заняли седьмое место в турнирной таблице чемпионата. По большому счету, командный чемпионат мира стал красивым завершением очередного спидвейного сезона. Каким он стал для латвийских гонщиков? Для клуба, конечно, он был не такой, как хотелось бы. Но попали в плей-офф, попали в четверку. Для сборной Латвии, я думаю, был сезон нормальный. Четыре медали европейских, две бронзовых, две золотых. Тоже о чем-то говорит. Так что это, может, частичный успех, частично не так, как хотелось бы. Не сказать, что он провальный совсем, но будем работать над ошибками, собирать новый состав, обновлять и в следующий сезон ехать дальше. Сегодня на повестке дня вопрос о том, каким будет состав команды спидвейного клуба «Локомотив» в следующем году. Основная масса гонщиков остается. Ну, естественно, Олег Михайлов у нас уходит. Он отработал свои положенные сезоны. Шаг вверх у него, он остается в первой лиге, переходят, вернее, немножко другое финансирование, другие условия. Пусть развиваются. Но птенцы должны улетать. Естественно, это такой процесс необратимый. Все потихоньку уходят от нас. Но бывает, что через год-два возвращаются. Днем 18 октября пришла печальная весть. После тяжелой болезни на 42-м году жизни ушел в мир иной декан Дагоповского деканата и настоятель прихода святого Петра в Веригах отец Михаил Севицкис. Отец Михаил был рукоположен в сан священника 12 сентября 2004 года. В 2007-2008 годах учился в Италии, в Венеции. В 2012 году получил степень доктора канонического права церкви. Коллектив ЛРТ Плюс приносит свои соболезнования близким отца Михаила и прихожанам церкви святого Петра. Субтитры создавал DimaTorzok